Молодую продавщицу убили на рабочем месте, прямо в магазине. Точным выстрелом в сердце. Ни денег, ни ценных вещей преступник не взял. Я после смерти сказала, испытала у нее и Света, скажи, кто тебя убил. Она мне приснилась, она присела и подарила мне ангела. Убийцу до сих пор не нашли. Помочь следствию берутся украинская ясновидица и австралийский медиум. Я куда-то видела эту девочку, я ее знаю. Я буду вести себя как убийца. А у нее странный муж какой-то. Вот такое чувство, как я тебя в бараний рог согну. Такое впечатление, что за всем этим стоит кто-то с того света. Небольшой поселок в 70 километрах от областного центра. Все знают друг друга в лицо. Поэтому среди своих чувствуют себя в безопасности. Во всяком случае, так было, пока не произошло загадочное убийство продавщицы. С тех пор местные жители потеряли покой. Поскольку душегуб все еще на свободе. И, возможно, даже живет по соседству. Кого он выберет следующей жертвой, неизвестно. Он убил одну, убьет еще кого-то. Не дай бог никому такого горя. 25-летняя Светлана Савчук была убита вечером 2 ноября 2009 года в помещении местного продуктового магазина. Одним выстрелом в сердце. Тело девушки было обнаружено на ее рабочем месте. Она лежала на полу за прилавком. Казалось бы, мотив убийства очевиден. Ограбление. Если бы не одно «но». Версию ограбления следствие исключило сразу. Так как товар, выручка и личные вещи Светланы похищены не были. По разным источникам в кассе тогда оставалась небольшая сумма. И под прилавком была обнаружена коробка со значительной суммой денежных средств. Ничего оттуда не пропало. Исчезновения какого-либо товара обнаружено не было. Ни одного свидетеля. Хотя трагедия произошла в понедельник, в конце рабочего дня. Обычно в это время на улице довольно людно. Все возвращаются домой. У следователей никаких версий. Информации, которая бы способствовала раскрытию этого преступления, получено не было. Поэтому на сегодняшний день это преступление остается не раскрытым. Кто и за что убил молодую приветливую продавщицу – загадка. Бывает продавщица, конечно, такие специально провоцируют на какой-то рой, на какие-то сварки. А это ничего не было. Безобидно. И всегда счастлива. Любила жить. Она и в долг всем, можно сказать, давала. Верила людям. Верила на слово. Насколько я знаю, врагов у нее не было. Находила общий язык даже с ненормальным человеком. Мать погибшей почти потеряла надежду выяснить обстоятельства смерти дочери. Пошубил тебя, мою золотую. Кому ты дорогу перешла, моя доченька? Умничка моя. Родненька моя. Лежишь в сырой земле, а убийца ходит. Никого не нашли. Людмила уже на пенсии. И единственное ее утешение – пятилетний внук. После гибели матери мальчик живет с отцом. Когда Света умерла, Витя стало плохо. Мы вызвали скорую. Забрали его. Ну, я подошла до врача, лечащего, испытала доктора. Он говорит, ну, что вам сказать, сердце у него, типа, у него все с сердцем связано. Нервы, сердце. Когда он болел, ну, бредил, видно. И всегда маму звал. Маму звал. Тоже плакал и тоже маму звал. Мальчик решил. Когда подрастет, непременно найдет и собственноручно покарает убийцу матери. Людмила переживает. Если преступника не арестуют, ее внук когда-нибудь может исполнить обещанное. И этим сломает себе жизнь. Экстрасенсы – ее последняя надежда установить справедливость. Следствие зашло в тупик. Но я, конечно, надеюсь на экстрасенсов только. Это уже остальные шансы. Чтобы установить истину, из Сиднея прилетел австралийский ясновидец Джейк Рейдер. Накануне расследования экстрасенс повредил ногу. Но, несмотря на это, ученик шаманского племени Банжалун вместе со своей змеей Амбриеллой преодолел тысячи километров, чтобы помочь женщине. И не успев приземлиться, сразу заговорил о своих ощущениях. Когда я пытаюсь понять, что случилось с этой женщиной, чувствую, что это словно спектакль в театре, и им кто-то управляет. Кто-то за всем этим стоит, и такое впечатление, словно он, с того света. А еще Амбриелла все время повторяет мне цифру три. Она почему-то видит трех духов, а я чувствую всего одного. Девушку. Вместе с медиумом из Австралии это дело будет расследовать украинка Алена Курилова. Ясновидица почувствовала свой дар еще маленькой девочкой. Работает с жеркалами, картами Таро и свечами. Я ужасно, ужасно спала эту ночь в поезде. Сон кошмарный. Девочка снилась, лицо размыто. Я уверена, что она мертвая. И здесь цветок. Она говорила, смотри сюда, смотри. Показывала себе на грудь. Мелькание непонятных, как светофоров перед глазами. Я проснулась. Что означает странный сон ясновидицы? И как это связано со смертью продавщицы? Алена. Джейк, рад знакомству. Ой, а это что у тебя, змея? Это Амбриэлла. Нет, товарищи, надо было предупреждать. Я очень боюсь змей. Я, наверное, больше ничего не боюсь в этой жизни. Не волнуйтесь. Я уверен, вы подружились. Экстрасенсы начинают расследование и отправляются на встречу с матерью погибшей. Убили мою дочь Светлану. Конечно, для нас это большое горе. И мы хотим знать, кто убил нашу дочь, за что. Вот фотография. Я откуда видела эту девочку? Я ее знаю. Невероятно. Откуда ясновидица может знать погибшая? Неужели Светлана обращалась к ней при жизни? Вы живете в области? Да. А я ее видела в Киеве. Это могло быть так? Так. Смотрите, я приезжала в Киев, оперировали ребенка моей подруги. Дайте мне вашу руку. Я у нее что-то покупала. Подождите. Это было... Это было... Раз, два, три... Три-четыре года назад. Это просто не укладывается в голове. Ясновидица вспомнила девушку, которую видела несколько лет назад. Весной 2009 года Светлана вместе со своей старшей сестрой открыла в городе небольшой бизнес. Возле станции метро. Там как... Как маленький магазинчик, как метро или... Ну, как вниз, внизу под дорогой. Переход. Да, она продавала в переходе. Я помню, вот этот переход, это как на выезде из города... Да, на лесной. Это она. Да. Джейк, я ее знала. Я очень спешила и покупала разные мелочи в больницу. Носочки детские. Я купила у нее носочки. И у меня тряслись руки. Я очень волновалась. Я выронила деньги. Она пособирала деньги. А я ей сказала, береги сердце здесь, береги. Я почувствовала, знаете, как темное пятно в районе сердца. Спустя полгода Светлана погибла. От выстрела в сердце. Я потом вернулась. У меня такая щемящая была боль, предупредить об опасности. Как-то искала ее глазами. Я несколько раз проходила по этому переходу. Я потом ее не видела. В стране царил кризис. Поэтому сестрам пришлось закрыть бизнес. Светлана вернулась в родную деревню. Вашка была. Ну, картошка своя. Огород есть свой. Вот так выжили. Она еще сказала, говорит, мам, на следующий год, говорит, насажу столько моркови, говорит. Да не судилась ей. В сентябре Светлана начала работать в местном продуктовом магазине. Доход небольшой, но на еду хватало. А спустя два месяца она погибла. Удастся ли экстрасенсам почувствовать, кто и почему лишил ее жизни? Джейк, я чувствую пробитое сердце, как железо или что-то, как металл. Посмотрите на мою руку. Амбриэлла мне помогает. Это подсказка. Пистолет. Выстрел. 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 Камин стреляет. Это что, пистолет такой не бывает? Он большой. Выстрел был с расстояния вот такой, как метр или полтора, очень близко. Было ли установлено, с какого расстояния и с какого оружия был произведен выстрел? Выстрел был произведен с расстояния не более метра из обреза охотничьего ружья. После выстрела из обреза ружья остается сильно выраженный запах пороха. Именно благодаря несгоревшим частицам пороха, присутствующим на одежде убитой, удалось определить расстояние, с которого был произведен выстрел. Подождите. Что? Амбриэлла сказала, лев. Какой лев? Говорит, что ее убил лев. Я не вижу никаких животных. Там не было зверей. Я не пойму, о каком льве ты говоришь. Может, знак зодиака лев? Нет. Говорит, лев разорвал ее сердце на куски. Помощница Джейка еще никогда не подводила медиума. Однако в этот раз, кажется, что-то напутало. Пока австралиец пытался объясниться со змеей, Алена Курилова настроилась на энергетику погибшей. О, пошла информация, пошла, хорошо пошла. Я чувствую холод. На улице темно. Но она не на улице. Она в помещении, как дом, но там холодно. Нет, это не дом. Это магазин. Почему не забраны деньги? Я не вижу руку, забирающую деньги. На ней осталось все золото. У нее было золото, серьги. Сережки подарила я ей. Свои. И когда она умерла, в этих сережках я видела ее в грамотах. Мне там говорили люди, чтобы я сняла. Но я не могла их снять, бы я ей подарила. Джейк, я очень хорошо вижу мужчину. Над ней наклонился мужчина. И он смотрит, она живая или мертвая. Взрослый, такой лет 50. Он ей пробует шею. Есть пульс, нет пульса. Когда бригада скорой приехала по вызову, на месте преступления находился один из постоянных покупателей. А также владелец магазина с женой. Дом супруга в неподалеку. Рабочий день заканчивался, и они пришли забрать выручку. Она лежала возле прилавков. Я увидел расширенные зрачки и отсутствие пульсации на сонной артерии. Он это делает таким вот каким-то жестом, как будто он это уже делал. А у вас есть медицинское образование? Да, я фельдшер. Работал на скорой помощи в деревне 7 лет. Почему ясновидеца почувствовала энергетику именно этого мужчины? Неужели он причастен к преступлениям? Я вижу убийцу, он от нее что-то хочет, а она нет. Она оказывает сопротивление? Нет, она не соглашается. Слышу ее вскрик. И все, ничего не вижу. Ее нет. Смерть была мгновенной. Возник какой-то спор. И выстрел. Скажите, у вас оружие дома есть? Есть. Ну, я бываю на охоте. Я охотник. Немного ли совпадений? Место преступления – магазин, который принадлежит этому мужчине. В органы об убийстве сообщил тоже он. К тому же у него есть оружие. Именно владелец магазина и стал одним из первых подозреваемых в совершении преступления. В ходе проведения следственных действий, причастность к совершению данного преступления собственника магазина не подтвердилась, поскольку у него есть алиби. Мужчина в 19.40 вместе с женой и младшим сыном только вернулся из райцентра. Убийство на тот момент уже было совершено. И есть свидетели, которые подтверждают, что во время происшествия семья действительно находилась далеко от поселка. Нет, это не убийца. Убийца моложе 50, даже моложе 40. Я тоже чувствую энергетику мужчины. Значительно моложе. Может, преступник умышленно спланировал убийство так, чтобы все указывало на причастность к нему владельца магазина. Так будто кто-то знал, что хозяев нету. И кто это мог знать, что она одна в этом магазине. Там еще парень был такой молоденький. Он разговаривал, у него что-то купил. У владельца магазина двое сыновей подростков. Очевидно, ясновидица почувствовала энергетику старшего. Парень в тот день не ездил с семьей в город. Он где-то в 7-10 заходил в магазин, брал хлеб на ужин у Светы. Потом ушел. А почему никто не говорит, что слышали выстрел? Оперативники не нашли ни одного свидетеля, который слышал выстрел. Парень тоже уверял следователей, что ничего не слышал. Ваш дом далеко от магазина находится? Нет, вот, это мой двор. Сын хозяина магазина вполне мог воспользоваться оружием отца в его отсутствие. Поэтому ружья, принадлежащие этому человеку, проверили на предмет того, когда из них в последний раз совершался выстрел. Было установлено, что в день убийства оружие не использовалось. О непричастности парня к преступлению свидетельствовали также результаты химической экспертизы. Проверена причастность и сына, и жены, и владельца этого магазина. Были изъяты смылы с рук и лиц у этих людей. Проведена химическая экспертиза. Она показала, что остатков пороховых газов, которые стопроцентно должны остаться при применении огнестрельного оружия, обнаружено не было. Получается, парень последний видел Светлану живой? И преступник вошел в магазин, когда девушка осталась одна? Выстрел прозвучал в период с 19.10 до 19.30. В 19.10 в магазин заходил сын собственника. В это время продавщица еще была жива. В 19.30 ЕЕ уже мертвой нашел один из постоянных покупателей. Он присутствовал, когда на место происшествия прибыла скорая помощь и милиция. Я работаю с фарчиком фастовым, поэтому в 19.00 я содержусь на электрической школе. Она пребывает здесь в 19.20-25 где-то. От зала до магазина минут 5-7. Она уже смотрела на часы. Вот она смотрит на часы. Оп, смена. Она смотрит на мобильный. Часы в мобильном. Магазин закрывается в 7 часов вечера. В тот день Светлана задержалась. Должна была дождаться возвращения хозяина, чтобы сдать выручку за день. Продавщица жила на окраине деревни в безлюдном месте. Поэтому с работы ее обычно встречал муж. В 7 часов она заканчивала работу. В 7 часов закрывалась. И я приходил, забирал ее, встречал. Он обычно ее всегда забирал. Она одна до дома не ходила. А что в этот вечер случилось, не знаю. В тот день муж не пришел ни в 7 вечера, ни позже. Когда жена уже была мертва. Супруг погибшей, Савченко Александр Александрович, на момент совершения преступления находился в другой местности. Его вообще не было в этом районе. Он предоставил свое алиби, которое мы не смогли опровергнуть. А только лишь подтвердили, что его действительно не было в этом населенном пункте. Однако нашему эксперту-криминалисту муж сообщил совсем иное. А на условной работе вы где были? Дома с сыном. Как раз еду готовили. А вас здорово дергали? Какие-то смы вы делали, может, в руку? Ничего не было? Опрашивали, может, о чем-то? Ну, опрашивали, где был. Обыск сразу в тот же вечер. Обыскали все. Брали, кажется, отпечатки. Или не брали. Не помню даже. Что все это значит? Где действительно находился мужчина, когда погибла его жена? И почему дал разные показания следователям и нашему эксперту? Возможно, экстрасенсам удастся найти истину. Далее в программе. Экстрасенсы увидят нависшую над семьей страшную угрозу. У меня страх парализует мое все видение. О какой опасности дух погибшей девушки предупредит свою мать? Она говорит, передай маме. Оставайтесь с нами, чтобы узнать первыми. Кровавое убийство молодой девушки на рабочем месте. Ты лежишь в сырой земле. Не дает покоя сердцу матери. Пошубил тебя, мое золотое. Кому ты в дорогу пришла? Убийство ради наживы. Слышу ее вскрик. Любовная ревность. А у нее странный муж какой-то. Идет агрессия. Идет удар. Или мистическое влияние. Кто-то за всем этим стоит. И такое впечатление, словно он с того света. Два сильнейших экстрасенса установят. У меня страх парализует мое все видение. Остановите. Я хочу выйти. Кто забрал жизнь девушки? Я вижу убийцу. Так, все, я уже не могу. Все, это последняя капля. Все. Джейк, я очень тебя уважаю как экстрасенса. Но я вот эту, с позволения сказать, живность немножко боюсь. У меня страх парализует мое все видение. Так мы и будем работать вместе или как? Я понимаю, что она тебе помогает. Но я очень тебя попрошу дать мне поработать одной. Чисто по-человечески. Хорошо. Мы уходим, а ты продолжай. У вас нет листка бумаги, ручки? Ручки или карандаша? У меня тут есть листочек. У меня ручка. Пишите своей рукой. Пишите. Светлана, дату рождения пишите. Дату смерти пишите. Напишите ей то, что вы ей не сказали. Одну фразу. Или хотели бы сказать. Мне вот интересно, кто ее убил. Я сейчас объясню, зачем это нужно. Это мы ей письмо пишем. Мы просим ее прийти и сказать то, чего я не знаю. Помочь мне просим. Обычно я с миром мертвых общаюсь при помощи зеркал. Я вижу отражение. Но Света не пошла на этот контакт. Она бы никогда не пошла, потому что она при жизни не любила фотографироваться. Не любила свое отражение в зеркале. Она не выйдет в зеркало. Я ее там не увижу. Да, она не любила фотографироваться. Последняя фотография была там маленькая, такая с паспортом. Поэтому я решила, что мама должна написать письмо своей дочери. На письмо мамы, которую она очень любила. Света не могла не откликнуться. Положите ручку, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что там все за? Она говорит, я в черном красивом платье. Вы ее в черном хоронили, платье? Да, да, в черном. И туфли с каблуками новые. Она говорит, работа была такая, что не могла себе позволить нарядиться. Она всегда ходила в кроссовках, и она хотела эти туфли. Она их померила, она их не купила. Мне не хватило денег. Белые туфли на каблуках. В магазине Светлана даже попросила отложить их для нее. Мол, получит зарплату и купит. Когда она умерла, на другой день сестра пошла, старшая, и купила ей эти туфли, которые она померила. И одела ей. Они поховали в этих туфлях. Она мечтала о красивых вещах. Она хотела, я хочу работать в банке, я хочу ходить в туфлях, в красивых платьях. Так, она мечтала. Она хотела бухгалтером быть или в экономическом учиться, да? Она окончила училище. И мечтала поступить куда-нибудь на бухгалтерию. В институт хотела поступить. Светлана мечтала о высшем образовании, чтобы вырваться из маленького поселка, где совсем не было работы. Единственный завод по производству сахара и тот закрыли. Мать, которая всю жизнь там проработала, устроилась уборщицей в один из деревенских магазинов. И едва сводила к концу с концами, чтобы прокормить двух дочерей, сына и мужа-инвалидов. Дети решили, когда они повзрослее, то сделают все, чтобы обеспечить достойную старость родителям. Было очень жалко, что она никуда не поступила. Куда мы с ней не ходили, кругом надо было груши. Не могли в то время помочь ей ничего. Она тоже переживала, что она никуда не поступила. Светлана решила, если с образованием не сложилось, должна реализовать себя хотя бы в семейной жизни. Вскоре встретила Александра, они поженились. Но замужество оказалось не таким радостным, как надеялась женщина. А у нее странный муж какой-то. Очень странный. Идет агрессия, идет удар. Даже огонь говорит, что он был способен. Вот как там, вот скручивать, понимаете? Вот такое чувство, как я тебя в бараний рог согну, понимаете? У него аж жиловаки ходят. Муж на нее поднимал руку. Он начал выпивать, начал ее обижать. Она приходила, всегда жаловалась. Она побудет у нас тут три дня. Потом опять по телефону он ей звонит, уговорит. Она говорит, мам, он попросил прощания, больше пить не будет, обижать не будет. Ссоры были. Из-за воспитания ребенка. Просто она более лояльная была, все разрешала. А я более строгий. Поэтому скандалы были. В принципе, из-за методов. А без повода никогда. Однако близкая подруга Светланы утверждает совсем другое. У них в быту всегда была причина для ссоры, для скандала. Собрано достаточно данных о том, что семейная жизнь перед ее смертью не шла, так скажем, обычным образом. Какие-то неурядицы происходили в семье. По словам матери, после одной из таких ссор у дочери начались преждевременные роды. Светлана была на последнем месяце беременности. Перед родами она пришла ко мне, говорит, взять, взял, говорит, меня связал, вот так, говорит, так меня связал, говорит. Возле койки, говорит, поставил меня, говорит, издевался надо мной. Я, говорит, стиснула зубы, чтобы не кричать, чтобы никто не слышал. Он, говорит, меня пришел выпивший и так скрутил, говорит, что я, говорит, так боялась, что там рожу. И где-то через день у ней уже открылись роды. Бедная женщина сильно переживала, что из-за стресса может потерять ребенка. Но, к счастью, родила здорового мальчика. И снова простила мужа. Поскольку больше всего стремилась сохранить единственное, что имел – семья. Ну, семья для нее, во-первых, прежде всего. Витя был на первом месте, а потом был уже муж, потом был я, мама и так далее. Ну, это как святыня. Как для одних людей церковь, так для нее семья. Как выяснилось, накануне гибели у Светланы произошла очередная ссора с мужем. Я перед этим к ней зашла, она мне сразу с порога. Мама, мы вчера так дрались. Я говорю, да что же вы за шо вы дрались? Ну, она говорит, я ей сказала, что разойдемся. Заберу дотину, заберу вещи и уйду. А он ей сказал, ты посмотришь, как мы с тобой разойдемся. Получается, перед смертью мужчина угрожал жене? Неужели это он лишил ее жизни? Меня очень интересует вопрос, был ли это ее муж? Она говорит, что тот, который ее убивал, молодой мужчина в районе 30 лет. Она говорит, передай маме, она думает, что это муж. Она говорит, это не он. Было установлено, что в день убийства оружие не использовалось. О непричастности парня к преступлению свидетельствовали также результаты химической экспертизы. Ее мужа мы тоже изъяли с мыла и с руками лица. Пороховых газов не обнаружено. А как отношения сейчас с родственниками Светланы? Очень плохие. Плохие? Я их даже видеть не хочу. Почему? Потому что она считает, что я убил Светланы. Экстрасенс почувствовала то, что несколько лет не давала покоя матери погибшей. Людмила боялась, что внук живет с отцом убийцы. К счастью, ясновидица развеяла опасения нашей героини. Но что это с экстрасенсом? Ой, мне плохо. Мне так дурно. У меня дико разболелась голова. Я не знаю. Извините, пожалуйста, мне надо выйти. Наслоилась личная. Наслоилась личная. Сестру. Сестру Юльку убил сожитель. Дрались. А не забил до смерти. Молодая девочка. Такая же, как Света. Дети остались. Я не могу. Как выяснилось, пять лет назад двоюродную сестру и основидец, Юлия избил пиамы сожить. Женщина умерла от тяжких телесных повреждений. Сейчас убийца за решеткой. У сестры остались две дочери. Младшей тогда было всего восемь месяцев. Пока украинская ясновидица приходит в себя, австралийский экстрасенс продолжил общение с нашей героиней. Последние полчаса он настраивался на энергетику погибшей в соседней комнате. И когда вернулся, сразу ошеломил мать своими ощущениями. Я чувствую, что был другой мужчина. Он очень сильно любил вашу дочь. И она его любила. И до сих пор любит. У них что-то было общее. Душевно общее. Вот видно, как будто бы они созданы друг для друга. Но кто этот мужчина? Неужели у Светланы был любовник? Он где-то откуда-то приезжий. Они в одном училище учились. Это действительно была большая любовь. И даже будучи замужем, Света вспоминала, какие сильные чувства у него были к этому человеку. И жалела, что они разошлись. Я не знаю, по какой причине, но разошлись они мирно. Я чувствую, что этот мужчина тоже умер. И сейчас он дух. Насколько я знаю, он погиб. Машина на скорости сбила его на смерть. И получается, что нет ни этого парня, ни Света. Этот мужчина погиб вскоре после того, как его любимая вышла замуж за другого. Этот дух он видел, в каком отчаянии находилась Светлана из-за насилия и оскорбления ее мужа. Он хотел облегчить ее боли, забрать к себе. На тот сент. Мог ли он ради этого послать к ней убийцу? О чем говорит медиум? Неужели смерть Светланы действительно как-то связана с мистикой? Однако девушку застрелил конкретный человек. Кто именно? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Учитывая дерзость преступления, можно точно сказать, что это человек с нарушением психики. Я сейчас готова и хочу очень сильно понять, что мы можем сделать вместе. Я даже через себя немножко смелее переступлю. Не бойся, я держу ее голову. Это ты думаешь или она? Три. Это она мне говорила. Три. Еще в начале расследования медиум из Австралии не мог понять, почему его змея сообщает ему о трех духах. Ведь сам ясновидец чувствовал только энергетику погибшей женщины. Очень интересная информация. У меня ее до того как бы не было. А сейчас три души. Нам надо попасть на место, там еще есть двое мертвых. Это как-то взаимосвязано. Экстрасенсы вместе с героиней отправились в поселок. На место убийства Светланы. Остановите. Я хочу выйти. Здесь что-то случилось. Я чувствую этих духов. Мы где-то рядом с местом их гибели. Вижу картину. Смотри. Мальчик-девочка. Они едут и смеются. Она его обнимает. Вот так вот. Обнимает его. Вот так. Вот так обнимает. Это так бывает, когда как на мотоцикле едут. Они погибли вдвоем. Прямо на этом месте. Нет, Джейк. Нет. Удар. И вот здесь, вот здесь, на этом месте. Здесь сразу же умирает девочка. Вот, я поставила свечку. Это место ее смерти. А мальчик, мальчик дышит. Мальчик умирает в больнице. На этом перекрестке за три месяца до смерти Светланы погибла влюбленная пара. Богдан и Ирина. Их сбил легковой автомобиль. Кажется, нашей героине что-то об этом известно. Просто я слышала, что один милиционер ехал за работу и сбил детей. А он напротив нас живет, этот милиционер. Так Светлана знала мужчину, который сбил молодую пару? Неужели это как-то связано с ее смертью? А почему же он уехал? Он не оказал помощь. Он сразу умотал. Я чувствую, что водитель был нетрезвым. Он употреблял алкоголь. Это просто не укладывается в голове. Однако влюбленных действительно сбил пьяный милиционер. И сбежал с места ДТП, бросив еще живого парня умирать. Я вижу решетку. Его посадили. Он не мог Света убить. Мужчину действительно посадили. На момент гибели продавщицы он находился за решеткой. Но почему экстрасенсы уверены, что между тремя смертями существует связь? И если это правда, то какая именно? Почему эти два духа звали нас сюда? Почему из-под колес идет звук? Вина, винят, вина, обвиняют, невиновны. По всей видимости, кого-то обвинили в смерти Светы. Света говорит, невиновны. Мама, папа, невиновны. В убийстве Светланы Савчук действительно подозревали родителей погибших в ДТП пары. Однако ни они, ни их дети знакомы с девушкой не были. Все говорили, что, наверное, перепутали и ту Свету убили. Недалеко от этого магазина есть еще один, метрах в пятистах. В нем тоже работает продавщица по имени Светлана. Вторая продавщица по имени Светлана – жена осужденного милиционера. Вполне возможно, что родители погибших Богдана и Ирины могли желать смерти этой женщине, чтобы убийца и детей на собственной шкуре ощутил боль от потери родного человека. А вы как думаете, могли перепутать вас? Ну вот извините, просто... Ну я ведь с ней совсем не похожа, только имена у нас одинаковые. Если человек идет специально это сделать, то я не думаю, что может быть ошибка. Правоохранители предполагали, что для этого родители погибших в ДТП наняли киллера. А тот перепутал магазины и застрелил другую продавщицу. Эта версия не подтвердилась. Пойдем искать виновных, пойдем на место, пойдемте на то место, где ее убили. Продолжение следует... Приехав в магазин, где произошло убийство, экстрасенсы долго настраивались на энергетику места. Я чувствую, что это произошло вот за этим прилавком. Я буду вести себя как убийца. Света, Света, Светочка. Она его видит, он заходит, он ей что-то говорит. Она не испугалась, она отнеслась так, покупатель, заходите. Я тебя вижу, у тебя светлые глаза, серые глаза. Ты мужчина, рост такой метр восемьдесят. Ну вот выше меня сантиметров на десять. Волосы не длинные, средней длины, но не ежик, не короткий. Когда-то у него был короткий волос. Это была или армия, или он привлекался, его как стригли. И на голове есть шрамы, два шрама на голове. Что-то есть узнаваемое на руке. Травма, шрам. Что-то есть на руке, на правой. У этого мужчины спортивная фигура. Мускулистое тело. Работал, возможно, на стройке, или что-то поднимал тяжести. В пределах этого населенного пункта человека с такими приметами не нашли. Исходя из этого, можно сделать вывод, что убийца был не местный. Ты находишься за стойкой. Я тоже хочу туда зайти. Я достаю оружие. Хочу тебя напугать. Я здесь, я отступаю. Отступаю, дальше уже некуда отступать. Я пытаюсь, я пытаюсь бежать, я пытаюсь проскользнуть. И выстрел. Ноги подломились, и так раз, и все. Тело на левом боку сразу. Боль моментальная и разрывная. Разрывает все внутри. Светлана лежала на левом боку, ее ноги были слегка подогнуты. Эта поза свидетельствует о том, что девушка съехала вниз по стене. Лев. Помнишь, Эмбриэла сказала, что сердце девушки разорвал лев? Может ли пуля быть львом? Какой марки были патроны? Может, там рисунок на оружии какой-то был в виде льва? Это просто невероятно. Но патроны, которыми стреляли в продавщицу, действительно имеют эмблему в виде льва. После вскрытия тела был изъят контейнер от охотничьего ружья 12-го калибра, типа «Мираж», производства «Италии». Преступник использовал охотничий патрон с дробью диаметром 4 мм. При попадании в цель этот дробь поражает все внутренние органы жертвы. Она его знала? Она мне говорит, я его не знала, я его первый раз видела. Ты собирался это сделать? Ты это планировал? Я просто хотел забрать деньги. Я хотел ограбить. Не хотел убивать. Не хотел. Это легкая добыча. Сюда легко забраться. Магазин прибыльный и охранный. Нет. А деньги не пропали. Деньги были в двух местах. Деньги были здесь, и деньги были здесь. В двух местах. Хозяйка сказала, что деньги были на месте. Просто после выстрела он запаниковал, потому что выстрел, а потом я слышу звук, словно поезд идет. Электричка прибыла в 19.20. Приблизительно в это же время была убита Светлана Савчук. Вполне возможно, что преступника спугнул звук прибывшего поезда. Люди, которые выходят на железнодорожные станции, проходят мимо магазина. Ну, с электрички сошло где-то пассажиров 20 человек, может, 25, не больше. Шел я с той стороны на вокзал. В вокзале находится одна справа. А на встречу никто не шел. Никого не было. Нужно бежать. Нужно спасаться. Бегу, бегу, запрыгиваю. Наконец-то. Я свободен. Теперь меня никто не догонит. Я не могла понять, почему я видела деревню, ну, вот, дома маленькие. И почему я видела такие светофоры? Это светофоры, как на железной дороге. Он приехал через железную дорогу. Так вот, почему ясновидецу накануне расследования приснились необычные светофоры. Ведь на железнодорожных путях они не такие, как на автомобильных дорогах. А назад? Это как небольшой автобус или маршрутка? Есть возле вокзала автобусная остановка. Автобусы отбывают у нас 19-40. Отсюда, последний. Чтобы уехать из поселка и не наткнуться на людей, идущих с вокзала, ему необходимо было незамедлительно покинуть место происшествия. И не более, чем за три минуты добраться до автостанции, которая находится на полпути от магазина до ЖД вокзала. Собаки были, собаки взяли след, и они пошли до вокзала оттуда. Но дошли до автобусного там остановки, они дошли, и след кончился, собака села. У вас возникает вопрос, как и у всех, почему именно она, почему именно она? Это была судьба. Светлана была несчастна. И кто-то должен был ее освободить. Это ангел, парень из прошлого. Он хотел забрать ее на небеса. К ангелам. Я после смерти сказала, испытала у нее, Света, скажи, кто тебя убил. Она мне приснилась, она присела и подарила мне ангела. Типа она присела и так улыбается. Она тоже стала ангелом. И так, по мнению следователей, продавщицу убили не с целью ограбления. Однако экстрасенсы пришли к иному выводу. Согласно их версии, преступник все-таки имел корыстные мотивы. Но из-за непредвиденных обстоятельств он не забрал деньги. Это молодой мужчина до 30 лет. Прибыл в поселок на поезде, а уехал оттуда на автобусе, в сторону города. По ощущениям ясновидцев, злоумышленник имеет особые приметы. Два шрама на голове и травму правой руки. Было очень больно слушать, как с ней все это происходило. Очень больно было. Ну, конечно, я помогли. И то, что они сказали, может, это поможет следствию. Теперь только буду молиться. Чтоб его нашли окончательно и наказали.